доброе утро дорогие друзья мы начинаем передачу обзор рынков arum capital и с нами сегодня аналитик компании arum capital владислав воробьев владислав приветствуем вас здравствуйте друзья всем по традиции доброе утро добрый день либо же добрый вечер в зависимости от вашего часового пояса рада всех приветствовать на нашем ежедневном онлайн обзоре с вами владислав воробьев и ближайшие полчаса может быть чуть больше может быть чуть меньше мы с вами проведем вместе 4 у нас с вами апреля уже слава богу 11.00 даже чуть больше поэтому давайте приступать так друзья для начала несколько важных слов об аром капитал вспомнить что аром капитал является международным брокером соответствующей лицензии от сайсек под номером 323 17 также напоминаю что работа с аром капитал это 100 процент на ebook то есть все ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке метод заключения только степи и маркет экзекьюшн об этом можно более детально почитать в регламенте на сайте также напоминаю что вас ждет целый ряд преимуществ такие как исполнение ордеров только по лучшим ценам максимально возможно узкие рыночные спреды это же полная прозрачность торгового процесса и самое важное в нашей жизни это отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером также напоминаю что мы с вами занимаемся исключительно аналитическим обзором то есть вся информация которую мы с вами видим она носит исключительно прогнозный характер при этом не является и не может являться рекомендации куплили продаж финансовых активов а доходность прошлом как вы наверняка знаете и помните не гарантирует доходности в будущем также напоминаю что в работе у нас 30 минутный таймфрейм то есть основной интервал графика составляет полчаса скользящих средних у нас две штуки обе экспоненциальные 12 и 48 как всегда их взаимные точки пересечения подают сигналы на покупку и на продажу быстро 12 пересекает медленную 48 сверху из продажи снизу вверх покупки и мы сидим с классическими параметрами 12 26 9 в основном здесь мы ищем дивергенции самый сильный сигнал разворота который кстати в последнее время не особо заглядывал в гости как-то вот дивергенции в последнее время вообще нет но мы обязательно мониторим рынок и наблюдаем если они появляются обязательно используя на вершине рынке пример дивергенции в левой части графика на дне рынка в центральной части графика краешком глаза мы также смотрим на пересечение нулевой линии индикатором и сиди это классический сигнал смены направления тенденции правда нас интересует постольку поскольку только если ничего другого мы найти не можем ни в коем случае не забываем с вами про анализ графический всевозможные уровни линии тренды в частности фиба уровня фиба уровня как всегда прикладываем на законченные движения ищем коррекции 38,2 и 61,8 процента наиболее вероятные коррекционные отметки ищем фигуры треугольники кратные вершины основания вымпелы флаги к линии ромбы прямоугольники головы и плечи кастрюля ниже блюдца и тому подобное и ценовые каналы не забываем про них канал у нас регулярно на графиках попадаются и тоже подают отличные ориентиры для принятия решений для входа и для выхода из рынка но обо всем по порядку начнем как всегда с новостей что касается новостей если честно фундамент какой-то очень бедный на этой неделе вот реально бедный вот несмотря на то что как бы первая неделя нового месяца довольно грустно уже третий день наблюдать за запланированными событиями в частности сегодня нас ждет по еврозоне через час наверное через 50 минут просто не вижу часов мы уже наверное минут 10 общаемся в общем 12.00 индекс потребительских цен за март все бы ничего но это предварительные данные поэтому скорее всего кого-то сурового влияния на рынок они не окажут я так гляну краешком глаза евро у нас прыгнула в последние полчаса то есть буквально это не попало на слайд то есть этого движения вы не увидите это произошло буквально только что вот но опять же сколько я заметил сильно общую картину это не меняет поэтому можно промониторить может быть отреагирует и на эти данные но опять же я не жду ничего сильного также как и по вчерашней новости по британскому фунту также сегодня в 17.30 новость мимо которой проходить не советуем это изменение запасов нефти и нефтепродуктов от и аэй за март соответственно ну 30 марта 2018 то есть это прошлая неделя поэтому здесь будьте более внимательны и осторожны особенно если торгуете нефтью газ тоже может отреагировать хотя к этой новости он как правило вообще не чувствителен но на всякий случай смотрите и туда и туда основной фокус конечно на бренд витя и прочее черное золото а вот на эту новость я надеюсь что я буду экрана монитора чтобы просто посмотреть будет ли сильная реакция или нет именно в это время вот ей бы внимание уделил далее друзья наш торговый набор как всегда четыре основные валютные пары золото с серебром два американских фондовых индекса до снп также евросток и никей ну и нефт с природным газом как всегда на этой неделе у нас есть бонусы это криптовалюты и на этой неделе у нас их впервые целых три штуки по двум из которых я в рынке а по третий планирую поэтому самое интересное будет как раз концу нашей встречи и так друзья начнем с евро доллара обратите внимание мы падаем то есть принципе у нас развивается нисходящий канал сейчас как я уже и говорил мы подросли немножко то есть прыгнули перекрыли последние там три-четыре свечки а вот но опять же глобально это ничего не меняет обратите внимание что начала потихоньку отрабатываться наша цель 22 20 поэтому кто из вас сидит в рынке вам осталось ждать недолго уже где-то там 50 40 процентов цели позади то есть как бы осталось всего чуть-чуть последний рывок стоп также на поближе сработал в понедельник не хватило 1 10 пункта для того чтобы это событие произошло и в итоге кто был в продажах тот в них и остается что касается текущей ситуации рекомендация вчерашняя не поменялась в рынок лезть не советую если у вас нет открытых сделок просто мониторим ситуацию и ждем по скользящим вроде как продажа все пересечения в канале смотреть таких особо интересно по и вы сидит тоже продажи дивергенции увы нет далее британский фунт вот точка в которой мы общались по британскому фунту я надеюсь вы видите мой курсор а вот и можно даже наверное как-то нарисовать что-нибудь да ничего себе даже сделать так вот смотрите это точка где мы общались и вчера как раз там выходили новости обсуждали покупки была такая идея в чате я высказался по поводу покупок крайне скептически ну и как мы видим цена действительно упал от нижней границы канала после этого и вот там был хороший момент чтобы купиться то есть принципе этой ситуации можно было воспользоваться далее мы видим что канал немножко изменился по своей форме то есть пришлось его перестроить и сегодня мы опять постучались верхнюю границу от нее так довольно жестко корректируемся вниз обращаю ваше внимание что на текущем этапе в рынок тоже входить нет смысла то есть как вчера мы не могли не покупать не продавать верхняя граница восходящего канала только по факту падения можно было прикупить так и сегодня практически та же история но мы уже начали падать от верхней границы и почти добрались до нижней поэтому мониторте ловите цену нижней границы канала может быть появится хорошая возможность для покупки если этого не произойдет ну значит в рынок тоже не зайдет в общем фунт можно сказать грубо говоря особо никуда не двигается диапазон торгов очень маленький там около 100 пунктов и так и живем я бы советовал сидеть вне рынка и смотреть далее друзья следующий наш с вами инструмент сейчас выключу указку это швейцарский франк и так что касается франка цель понятно 96 10 купили вы вчера или нет знать не могу но пробой канала был достаточно явный а для тех кто сомневался спустя два часа был еще и тест с обратной стороны то есть принципе купить божда было и отметка 96 10 это ориентир по каналу стоп должен стоять под средней линии не знаю покупали вы или не покупали мы общались до того как это произошло поэтому настаивать не буду что прям все купили но сигнал был вполне классический то есть здесь если покупали оставайтесь в рынке и ждите а если не покупали ну понятное дело что уже поздно порядка 75 процентов цели уже было выполнено поэтому здесь только ждать если купили раньше по и мы сиди вроде как покупки по скользящим тоже мы вышли за пределы канала но опять же довольно слабые сигналы в данном контексте доллар иена в своем репертуаре полного непонимания что что с ней делать я думаю даже сам график доллар иены не до конца уверен в таком направлении он идет во всяком случае никаких новых фигур никаких новых сигналов с момента начала новой недели то есть вообще ничего к чему можно было бы привязаться я друзья с радостью но я также пользуясь случаем напоминаю что доллар иена это очень специфический торговый инструмент это действительно так и помните что работа с ним сопряжена с большими и временными затратами и трудозатратами и опытом и знаниями и многими другими вещами то есть двигается доллар иена в чистом виде не всегда классически точнее в большинстве случаев не классически и фигуры здесь работают хуже чем на других инструментах ну вот яркое тому подтверждение видите мы сидим без сигнала уже достаточно давно даже на прошлой неделе особых вариантов для торговли не возникало по и мы сидим можно сказать что есть некий намек на дивергенцию но опять же обратите внимание что на цене мы практически горизонтальные на индикаторе ярко выражена то есть не лучший вариант второй момент заключается в том что разворачивать по сути нечего то есть это с натяжкой можно назвать восходящим трендом понятное дело что нет и вот вдруг диергенция на ровном месте поэтому и даже здесь нет нормального сигнала в общем ену оставляем в стороне и не трогаем золото расстроило вчера если честно стопом на 13 35 неожиданно после такого хорошего начала по флагу но опять же для того стопы и ставим чтобы уберечься а сегодня в рынок не полезем посмотрим куда дальше все пойдет будем ли мы топтаться на месте или же у нас начнется падение пока что не совсем ясно скользящий мы сиди тоже особых ответов не дают ну по скользящим наступили покупки опять после продаж поймы сидим и тоже рвемся выше нулевой линии каждый ничего конкретного сказать не получается в итоге в активе у нас вчерашний стоп и больше ничего по серебру правильно поступили что в рынок не полезли вот видите вымпела здесь не вышло тем более то есть по золоту не вышла флага на серебре вообще все было ужасно некрасиво и на текущем этапе ну я считаю слава богу что в рынок не заходили а вот и смотреть здесь тоже особо нет что на также опять же мы сиди еще не вышел лучше нулевой линии то есть как бы нет сигнала по скользящим тоже продолжаются продажи в общем по серебру такая же рекомендация как и по золоту сегодня не трогать вот наш прекрасный долл сегодня уже полноправно нарисовал этот канал помните вчера говорил что он здесь есть предлагал вам нарисовать его самостоятельно найти я думаю многие это сделали а вот собственно говоря мы встретились встреча на эльбе произошла нижняя граница восходящего канала тест с обратной стороны верхняя граница нисходящего канала тест изнутри две точки совпали цена ударила прямо в них и отскочила считаю интересной возможностью для продажи 24 145 стоп 23 325 цель вот такая вот интересная история по доу понятно что если будет падать утянет за собой все остальное здесь свои риски тоже имеется от 500 до 1000 долларов потенциальная прибыль при депозите от 10000 и более обращаю ваше внимание что в отличие от долл смп выглядит плохо то есть здесь был возврат горизонтальный канал и не доход до верхней границы нисходящего как его здесь не рисую я уже пытался вытягивал как мог даже вот эти хвосты оставил за границей это не случайность не помарка что именно так нарисовано это специально было сделано потому что несколько вариантов перебрал все равно не доход до границы а здесь переход то есть в отличие от доу выглядит плохо ситуация поэтому здесь даже никаких целей не ставлю плюс по обратите внимание мы уже больше ну четверти канала прошли то есть еще чуть-чуть и будет средняя линия и продавать просто будет поздно поэтому по сэнпи в рынок нет то есть только по доу вижу хороший сигнал хотя понятное дело что если доу свалится по сэнпи куда же он денется то есть тоже уйдет вниз обновить минимум ясен день как говорится а вот но сейчас прямо сказать что надо зайти в рынок не вижу в этом смысла сигнала нет пойми сиди тоже вроде как покупки по скользящим смотреть не нужно по евростоку друзья если честно по евростоку я в замешательстве есть мысль закрыть сделку в ноль и забыть об этом опять же ситуация на доу немножко удручает и понятное дело что фондовый рынок может утянуть за собой европу в том числе то есть красной зоне может оказаться все и на текущем этапе мы как раз вернулись к точкам открытия вчера даже проверяли на прочность границу канала правда отскочили но есть ощущение вот именно ощущение того что ничем хорошим это не закончится я понимаю что опять же не стоит так делать то есть мы ставили стоп ставили профит то есть у нас пока что все нормально вот но здесь есть именно мысли о том что ничем хорошим это не закончится особенно учитывая то что происходит на долг поэтому по евростоку ну наверное возьму на себя смелость и ответственность я предлагаю закрыться в нуле удалить ордера и про эту сделку забыть очень опасаясь того что самое ближайшее время мы окажемся на средней линии а может даже и ниже и в итоге то что могли выйти без потерь практически закончится для нас с таком не вижу смысла просто видите какая ситуация гэп был гэп не перекрыли сегодня на открытии еще один гэп который тоже не перекрыт здесь как говорится пахнет жареным по евростоку то есть покупки стали под очень серьезным вопросом поэтому если у вас были покупки вы по каналу покупали давайте канцелируем эту сделку да ну какие-то свопы накапали понятно незначительная но это все равно можно сказать вышли в ноль и удаляем ордера и просто наблюдаем за ситуацией продавать смысла нет то есть продажи сигналов нет а вот держать покупки просто опасно далее никей по никей вот такая вот идея с каналом то есть восходящий канал плавно перерос нисходящий продавать поздно средняя линия практически то есть смысла нет но если вы продали вдруг каким-то образом раньше заметили то что я если честно увидел только сегодня но он образовался вчера к вечеру можно сказать но я заметил только сегодня утром как выглядит картина все четыре точки и нижнюю границу можно ставить как ориентир поэтому я продать не успел если вы успели продать силу тех или иных причин ориентир нижняя граница канала то есть грубо говоря это где-то отметка двадцать тысяч восемьсот двадцать ну где-то так то есть может быть восемьсот восемнадцать ну померяйте в общем точно если в продажах сидите сейчас продавать смысла нет то есть ставим стоп по правилам и соотношение будет ну там где-то один и два к одному поздно далее нефть по нефти тоже нисходящий канал нашелся вот такой вот он выглядит плохо сразу скажу то есть мне он не нравится покупать в нем нельзя потому что он нисходящий ну понятное дело то есть как бы ситуация такая далека от идеала в общем он просто не знаю как данность экосистемы то есть вот он есть и все толку от него особо никакого нет разве что если вернемся к верхней границе можно будет продавать а сейчас просто смотреть сигналы скользящих нивелируются в канале и мы сиди тоже ничего особого не показывает кое то есть как бы ни о чем можно сказать по нефти примерно так же дела обстоят с газом мы пытаемся откорректироваться после этого резкого падения плавненько растем опять же кто был в покупках по каналу 2 785 ваша цель кто не был просто наблюдаем за этим новых фигур не появилось я ищу как могу ничего не вижу опять же может быть плохо смотрю но скорее всего их просто здесь нет поэтому просто смотрю тоже за газом со стороны и так друзья наши с вами бонусы добрались до самого интересного пока классические инструменты нас не особо радуют и в плане технического анализа смотреть там практически не на что за редким исключением по крипте развивается восходящее движение ну может быть восходящее движение это громко сказано то что мы закончили хотя бы локально падение это очевидно и вот сейчас целимся по эфиру в частности в отметку 452 это та третья криптовалюта по которой я пока что покупки не открыл но после нашей встречи все еще раз внимательно изучу перестрою более детально по пунктам и очень большая вероятность что покупка тоже будет открыта стоп здесь напрашивается 375 под средней линии канала цель 452 потенциал по прибыли от 550 до 1100 долларов то есть в принципе все хорошо по скользящим покупке мы уже вышли из канала вот появились и пока что продажи но опять же это может оказаться ненадолго дивергенции здесь не было поэтому откорректировались скорее всего чисто по техническим причинам ну канал пробили и пробуем на прочность с обратной стороны то есть работает ли много ордеров на покупку и улетим ли мы дальше выше брать отметку 452 поэтому в принципе по эфиру все хорошо еще раз повторюсь я пока не купил но скорее всего куплю вот завтра расскажу что было чего не было вот такие вот мысли и идеи по биткоину все по-прежнему я изменил немножко цвет то есть как бы рассказывал уже о своей сделке рассказывал о стопе рассказывал о целях ничего не поменялось кроме того что со вчерашнего дня мы зашли в некое подобие боковика то есть немножко отстаиваемся называется на полку тип успеха а вот то есть половину цели выполнили и сейчас чего-то ждем но опять же настрой в принципе положительный разве что только мы сиди как видите смущает вышел ниже нулевой линии после дивергенции небольшой была коррекция ну и посмотрим что будет дальше я опять же особо не переживаю стоп пока что не переносил от 600 до 1200 долларов здесь потенциальная прибыль при размере вашего депозита от 10000 и 7 635 цель поэтому ждем верим и надеемся на светлое будущее биткоина в частности чтобы он нам прибыль в этой сделке принес ну и заткеш как всегда заткеш хотя как всегда третий раз за всю историю нашей аналитики уже говорю как всегда напомню у нас были покупки стоп 178 первая цель 220 245 опять же после такого сильного падения логично ожидать коррекцию чем дальше время идет тем более уверенным выглядит этот пробой то есть уже не получится его трактовать там как ложный или просто откат то есть ну мало вероятного всяком случае и на текущем этапе да мы чуть скорректировались но цель 20 господи 38 2 23 6 уже прошли 38 2 это основной ориентир и при работе 5 процентами депозита 750 долларов потенциальная прибыль при работе 10 процентами до полутора тысяч вот такая вот штука с зэком и по и мы сиди у нас ну нет сигналов диэргенции тоже нет по скользящим покупки такие уверенные хорошие после пересечения в кое-то веке хорошие покупки ну что как всегда напомню что информация которую мы рассматриваем по прежнему носит прогнозный характер не являясь при этом рекомендации купли или продаж финансовых активов также не забывайте что доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем это важно знать и помнить ну и так же напомню что на нашем сайте ruarumcapital.eu вы можете более детально познакомиться с брокером открыть свой торговый счет посмотреть на торговые инструменты приступить к торговле к заработку и в общем втянуться в процесс здесь вся необходимая информация найдется также напоминаю что нету здесь бонусных счетов поскольку брокер зарабатывает исключительно на комиссии с каждого вашего торгового лота и детали тоже есть на сайте читайте знакомьтесь смотрите торгуйте не забывайте что пока что инструментов немного чуть более 90 вот но самое ближайшее время будет больше я с вами не прощаюсь мы встречаемся завтра это 5 апреля в 11.00 на том же месте в тот же час вот всем спасибо за внимание если есть вопросы отправляясь в чат будут собственно говоря на них отвечать ясненько спасибо владислав пожалуйста коллеги ваши вопросы в чате иван сусанин пишет если биток вырастет к 40 тысячам долларов приглашаю всех на мою яхту как бы вы оценили в процентах наши шансы побывать на яхте у руслана у лимаева ничего себе ну учитывая никнейм иван сусанин я подозреваю что мы будем кидать зайцев за борт с яхты вот если будет 40 тысяч будем надеяться что только не живых живых жалко вот опять же я к таким долгосрочным прогнозам отношусь довольно спокойно и дышу ровно вот по той простой причине что невозможно спрогнозировать так далеко когда сейчас еще нет 7 500 поэтому здесь особо не прокомментирую с мою точку зрения все знают когда все меняется до каждый день загадывать там и делать прогноз на 2021 год не можно конечно но наверное только для того чтобы посмеяться потом над тем как ты был далек от истины я понял вас то есть инвестировать деньги в покупку плавок и шлёпанцев еще рано вы считаете плавок и шлёпанцев там не такие большие инвестиции то есть как бы можно взять правда дивиденды весьма сомнительные от плавок и шлёпанцев даже не знаю в чем они измеряются да это точно в общем пока мы на ваш взгляд пока мы еще на яхту не готовы ехать Владислав я все время хочу вас спросить объемы вот вы в своей жизни мы касались этой темы как-то раз но меня интересует в целом вот вы в своей жизни вот 11 лет на рынке никогда объемы не изучали и не применяли по какой-то причине или применяли но почему-то перестали индикатор объема нет объемы допустим собранные через вал фикс через атас там где ехать показатель объема я не применял ну как я применял до того момента как узнал как считаются объемы что они просто отображают количество сделок и не более того поэтому перестал применять плюс опять же для меня загадка в каких единицах измеряются объемы потому что можно найти абсолютно различную информацию у меня нет четкого понимания то есть когда я вижу допустим 40 тысяч 400 тысяч на евро-долларе это вообще что то есть нет единого мнения относительно того что это самое распространенное которого придерживаюсь я что просто собираются данная сделка а исходя из этого это очень скользкий путь ориентироваться по объемам то есть ну давайте представим такую ситуацию вот нас сейчас в чате сколько 31 и 42 то есть там 70 человек наверное ну вот представьте ну давайте вместе со мной там 73 и 74 вот нас 74 и мы все совершим сделку по евро-доллару объемом например тысячу долларов реальных то есть плечом 100 тысяч допустим а Игорь наш уважаемый ведущий модератор откроет сделку миллионам реальных средств и таким образом наш с вами вклад в объемы 74 а у Игоря будет один и насколько это объективно отражает реальность для меня под вопросом потому что когда мы например говорим о рынке акций по классике то количество акций известно если вдруг цена растет а объемы стоят на месте ну понятно что спекулятивная скорее всего штука то есть за этим ничего нет а вот количество денег оно же неизвестно брокеров сотни в мире маркетмейкеров порядка 50 основных и никто же не выдаст конфиденциальную информацию сколько их клиенты вкладывают в рынок денег сейчас поэтому для меня индикатор объема это очень странная штука и очень загадочная я много изучал вопрос но для себя пришел к выводу что я им пользоваться не буду напомню коллеги что мы говорим о рынке форекс естественно поняли вас Владислав спасибо вам большое за ваш обзор и комментарий вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня вам также большое спасибо Игорь за то что дали возможность поделиться мнением всем друзья большое спасибо за внимание как всегда побольше профитов и поменьше стопов увидимся завтра и хорошего вам весеннего дня спасибо большое вам также всего доброго до новых встреч